Как мы ждали Божьего этой встречи, как мы счастливы, что сегодня здесь, в этом теплом зале, собрались любимые, дорогие друзья, коллеги, сразу из пяти стран. С днем рождения, с его сердца! Сегодня будем удивительно отмечать этот праздник. С днем рождения, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Неспокойное время говорить о планах – это огромная смелость. И это огромная уверенность в том, что ты знаешь, куда идешь. Потому что мы сегодня с вами оказались не просто в кризисе. Мы оказались в такой ситуации, с которой не сталкивались ни мы в своей жизни до этого, ни, может быть, наши родители. Из жизни куда-то уходит надежда. И мы не понимаем, что происходит. И поэтому в это время голос того, кто знает, куда идет, голос того, кто подготовился ко всем неожиданным моментам, голос, кто видит точно свое будущее, притягивает в эту большую надежную семью всех, кто сомневается, всех, кто не знает, что делать. И поэтому вы, каждый из вас, должен нести эту уверенность. Потому что все 26 лет мы ни разу не дали засомневаться в том, что мы не знаем, что делать, что мы не знаем, куда идти. Вы знаете, друзья, на следующей неделе мы будем давать интервью большому, самому крупному российскому бизнес-созданию. И я смотрела список вопросов, и первые три вопроса, они все казались планов и стратегии. Вопросы такие. Строите ли вы сейчас хоть какие-то планы вообще? Потому что на самом деле в бизнес-сообществе уже следующий, уже ходит мем, что мы планируем буквально горизонт планирования один день. Ты планируешь утром, что будет вечером. И вот на самом деле какая стратегия у компании? Будете ли вы принимать людей или, не дай бог, будете ли вы увольнять людей? То есть все касается того, куда идет дальше компания, потому что не только люди. И все бизнес-сообщество, вот во всем мире сейчас, все замерли. А замереть и сидеть – это самая плохая стратегия. Самая правильная стратегия – составить конкретный и гибкий план, и мы про это будем говорить, и по нему идти. И я так и хочу сказать, что, наверное, кто-то и сидит, но только не наша компания. Потому что у Siberian Wellness есть потрясающий, потрясающий иммунитет к кризисам. Друзья мои, давайте вспомним хотя бы тот факт, что компания родилась и окрепла в тот страшный кризис 98-го года. Когда многие позакрывались и многие исчезли, мы состоялись как компания. В кризис 2008-2009 года мы приступили к международной экспансии. В кризис 2012-2014 года мы стали крупнейшей производственной российской компанией. А в текущий кризис мы становимся одной из крупнейших международных производственных компаний. Поэтому мы знали, куда идем, потому что кризисы заставили нас в этом искать возможности. Для нас сегодня кризис – это возможность. А когда все спокойно, стабильно и развивается, мы переводим дух и начинаем творить. А когда приходит очередной кризис, мы опять ищем в нем возможности. И так 26 лет. У нас огромный иммунитет к любым кризисам. Я хочу сказать, что на самом деле мы всегда говорим о том, что кризис – время ловить большую рыбу. А когда это спокойные времена, для нас это просто возможность чуть-чуть отдохнуть. Поэтому для нас совершенно нормально и естественно, когда происходит то, что происходит. Мы полны планов. И всего три недели назад мы рассказывали про новые производственные площадки. И за три недели по всем направлениям прогресс. Прекрасный прогресс у нас в Сибири. Потому что вы знаете, что компания к своему 30-летию должна вырасти в три раза. Соответственно, вырастут ваши ранги, вырастут ваши чеки. Соответственно, нужно готовить инфраструктуру заранее. Поэтому мы на наших 37 тысяч метрах сейчас делаем ремонт. И я думаю, что уже те, кто летом приедет на производственную площадку Siberian Wellness, сможет увидеть не только текущие производственные мощности, сможет уже и просетить и наш новый классный, крутой производственный логистический комплекс. Друзья мои, ну, конечно же, мы всегда думаем чуть-чуть вперед. И мы всегда поэтому-то и предвосхищаем любые кризисы. Да, мы давно состоялись как мощная производственная компания. Но мы еще в 2020 году задали себе вопрос. А если что-то случится с тыпочками подставок? Если что-то случится с логистикой? Если, не дай бог, будут какие-то санкции? У нас должна быть и сырьевая безопасность. И в 2020 году был запущен огромный проект по собственной огромной сырьевой базе органического сырья в Ферганской долине Узбекистана. И вчера мы вернулись оттуда сюда, в Алматы. И на видео вы видите наши сторис. Это только самый первый этап развития нового большого проекта. Но помните, кто из вас был на нашем производстве первым в 2008 году в городе Новосибирске? Тогда ведь тоже казалось, ну это совсем маленькое производство. Только начало. Посмотрите, что сейчас происходит. Так вот, этот наш проект в Ферганской долине, это только первый маленький шажок к тому, что лет через 10 будет просто вызывать огромное восхищение грандиозностью сотворенного. Буквально три недели назад я рассказала о первом европейском проекте, о нашей любимой Далии. Далии, кстати, переводится как Георгин, цветок. Это старейшее косметическое производство в Европе. И через полтора года ему будет 100 лет. И мне ужасно хочется, чтобы вот столетие Брэн встретил на пике в нашей семье, чтобы вот люди поняли, что можно всегда стабильно, классно, круто развиваться. Вы знаете, у нас уже были первые, началась варка нашего гринпина, мы уже три продукта сварили, поставили на старение. Сейчас варятся еще два. И мы на самом деле провели первое производственное совещание. Знаете, как здорово? Я знакомилась с командой, подходила к людям, и там были женщины, которые работают 26 лет, 36 лет. Подошла когда к директору склада, замечательному человеку, он работает на Далии 41 год. То есть вот эти ценности, которые важны для нас, стабильность, команда, когда мы все вместе, настойчиво, последовательно, через любые времена идем к своей цели, это, конечно, круто. Я очень жду, что вы сделаете квалификации и поедете на Далию. Потому что это безумно красивое ваше производственное предприятие. А в начале 21 года мы тоже задали себе вопрос. У нас есть прекрасное производство, у нас есть прекрасные компетенции. Но как нам развиваться дальше? И мы ответили себе просто. Нам нужно подключать компетенции других людей, знания других людей, связи других людей. И тогда в 2021 году родилась идея о собственном европейском производстве. И все это время мы долго-долго-долго работали над этим. И то, что случился кризис, мы даже этого не заметили, потому что это был долгоиграющий проект, над которым мы работали. А последние несколько месяцев я провожу очень много времени в Европе именно для того, чтобы уже в декабре вы увидели первые наши новые продукты, совершенно иного уровня. Друзья, но на самом деле я хочу сказать, что точно так же, как мы продолжаем, несмотря ни на что, несмотря на любые кризисы, у нас есть своя стратегия, мы по этой стратегии развиваемся. И точно так же нужно, чтобы у каждого из нас с вами был конкретный, очень конкретный и очень гибкий план, который позволит делать конкретные вещи и получать результаты вне зависимости от того, что происходит в мире. И про этот план я сейчас хочу поговорить с вами. Потому что на самом деле, что делают другие компании? Они сокращают сейчас программы путешествий, сокращают стимульные программы. А мы собираемся только наращивать. Мы собираемся сейчас только увеличивать количество активностей, потому что сейчас время, когда мы все должны быть вместе в одной крепкой, надежной корпоративной семье. Надо быть не в новостном потоке. В новостном потоке ничего хорошего нет. Надо быть в корпоративном потоке. Здесь место силы, здесь место поддержки и место огромного количества позитива, что действительно очень важно. И мы сейчас хотим предложить вам такой замечательный совершенно план, как у нас будет работать следующее полугодие. Как у нас будет работать программа путешествий. У нас сегодня с вами ровно середина октября. У нас с вами до 1 декабря, когда стартует программа путешествий, есть 6 недель. 6 недель, на которые мы должны потратить на одну единственную цель. Квалифицировать максимум BT 5000 в своей команде. Просто максимум. Вот сколько можем, столько мы людей квалифицируем. Итак, у нас с вами 1 декабря. Мы все встали в стойку и побежали. Мы бежим. Мы бежим 3 месяца или бежим 4 месяца, в зависимости от того, кто хочет. Кто сколько хочет бежать. Главное, чтобы мы бежали быстро. А вот место для своей награды каждый из партнеров выбирает сам. Мы предлагаем первое место. Это прекрасная Португалия. Друзья мои, помните, когда мы продавали первые программы путешествий? Это был 2005 год, а потом 2006, 2007, 2008. И мы всегда с Татьяной лично продавали эти программы. Знаете почему? Потому что тогда это казалось недостижимым, нереальным, новым. За последнее время все привыкли к путешествиям. И все сами путешествуют. Но вот опять мир вывихнулся, и никто никуда не едет. И опять все потеряли надежду. А мы опять выходим и продаем новое путешествие. Потому что мы понимаем, что это наш мир. Что это наша корпоративная ценность. Что это наша большая семья. И что мы здесь должны поддерживать то, что не может дать теперь внешний мир. И первая точка на карте это Португалия. Одна из наших любимых стран. Потому что она не похожа ни на Европу, ни на Африку, ни на что. Это совершенно необычная страна. Там необычные люди. Там можно от крепости Сан-Джорджи, раскручиваясь вниз по этим средневековым улочкам, выйти на современные огромные авеню с красивыми домами в Арт-Ново. А самое главное, можно выйти к океану и понять, чем океан отличается от моря. Это фантастическая, потрясающая страна, в которой чувствуется всегда плотный, вязкий запах ветра. И я уверен, что далеко не многие там были. И поэтому я буду рад там вас всех поприветствовать. Да, Юрий обещал там сам провести экскурсию. Мы его за этим делом поймали. Спасибо большущие. Или, возможно, вы хотите поехать в апреле в прекрасный, невероятной красоты и всеми нами горячо любимый город Баку. Дело в том, что нынешняя программа путешествий не совсем обычная. Это не просто прогулки, еда, экскурсии, море, солнце и так далее. Это еще и очень интенсивное обучение от специалистов компании. И события. И события. Мы совмещаем в одном все, что нужно для нашего бизнеса. И знания, и вдохновения. Это будет и в Португалии, и особенно это будет в Баку, потому что в Баку пройдет наш замечательный бизнес-конгресс, где мы получим огромный заряд позитива, энергии и знаний. Ну и самое главное, конечно, мы окунемся в совершенно потрясающий город. И опять же на берегу моря с очень длинной-длинной набережной, по которой бесконечно можно ходить и смотреть на этот город. А третью программу путешествий. Мы бы хотели отдать дань уважения и любви стране, в которой из-за коронавируса не случилось десятилетие. И мы хотим показать прекрасные города. Мы хотим обязательно, чтобы, да, чтобы мы с вами походим. Это города-жемчужины мира. Это, конечно, Самарканд. Это, конечно же, Бухара. И я очень хочу, чтобы вы приехали на Манганскую долину. Это будет апрель. И будут свести сады Сайбериан Велнос. Они пока маленькие. Им всего два года. Но они такие красивые. Ну что, готовы рвануть? Итак, смотрите. У нас есть первая точка на карте. Важная точка на карте. Первая декабря. После этого мы убираем, куда едут наши команды. Кто что хочет увидеть. И у нас с вами есть следующая очень важная точка на карте. Это наше с вами производство. Я очень хочу, чтобы, когда мы с вами в апреле, после того, как прокачались, путешествовали, вместе пообщались, мы поставили для наших команд новые цели. До закрыть квалификации профессионалов и получить свой заслуженный корпоративный подарок. Поездку на новые производства компании. Уже большое количество партнеров были на нашем легендарном заводе «Лаборатория современного здоровья». Который действительно сегодня является абсолютным флагманом в производстве продуктов для здоровья, если мы говорим про инновационные продукты. И мы очень будем рады приветствовать всех новых партнеров, которые достигнут этого ранга и которые получат возможность посетить это производство. Потому что, друзья мои, наше ключевое слово, которое мы сегодня в это время говорим, это уверенность. Так вот, ничто не дает уверенности, стабильности, бесконечности нашего бизнеса, как личная живая экскурсия на наше производство. И если вы хотите поехать, например, в Белград, то я бы очень хотела, чтобы вы посетили производство далее. Три недели назад наши партнеры там были. Какая это была красота! Поэтому, дорогие друзья, теперь, когда вы это услышали, вы понимаете, почему мы с огромным энтузиазмом, огромным позитивом действительно вас можем поздравить с 15-летием Казахстана и с 26-летием нашей замечательной компании. И мы хотим сказать, что бы ни происходило в мире, самое важное, что у нас есть огромная, мощная, надежная корпоративная семья Сайбериан Веллнес. У нас есть наш огромный коллектив, у нас есть огромное количество людей, которые верят в нас, у нас есть огромное количество планов. И что бы ни происходило, как всегда, как эти 26 лет, каждый из этих планов будет достигнут. С днем рождения! С днем рождения, Сайбериан Веллнес!